Красавчики! Всем привет! Я Джостин и носитель английского языка. И прямо сейчас я вам буду рассказать разницу между say и tell в английском языке и как их правильно использовать, чтобы вы не будете звучать еще очень русский на английском языке. Я буквально каждый день слышу эти ошибки. И да, я понимаю, что в большинстве моих видео об ошибках, которые русскоговорящие совершают, я всегда говорю, что вот это будет самое главное из ваших ошибок. Но say и tell действительно одна самая главная из них. Но я больше не буду тратить вашего времени, потому что сейчас 17 часов в Москве, и вы вроде все ждете домашние пельменчики, готовленные вашими бабушками. Потому что домашние пельмени, стыленные русскими бабушками, просто кайф. Я их люблю! Это видео может быть чуть-чуть длинным, но я думаю, что совсем стоит смотреть до самого конца. Начнем! Я хочу, чтобы это объяснение было самое короткое и простое, чтобы когда вы говорите, вы можете очень легко запоминать его и правильно говорить. Вот следующие будут самые главные части этого видео. To say. To say something or to say something to someone. То есть говорить что-то или говорить что-то кому-нибудь. А to tell, to tell someone something. То есть говорить кому-нибудь что-нибудь. Посмотрим на примеры. Number one. Sarah said that she was happy. Sarah просто сказала что-нибудь. То есть она говорила, что она была счастливая и все. Или Sarah told Peter that she was happy. Sarah сказала кому-нибудь что-нибудь. Sarah сказала Питеру, что она была счастливая. Второй пример. Bill says that you have a new house. Bill сказал, что у тебя новый дом. Bill просто сказал что-нибудь. Поэтому say. Или Bill told me that you have a new house. Bill рассказал мне, что у тебя новый дом. То есть Bill говорил кому-нибудь, мне, что-нибудь. Что у тебя новый дом. И третий пример. John said I am leaving at three o'clock. То есть Джон говорил, что я ухожу в три часа. Джон говорил просто что-нибудь. Или. John told me that he's leaving at three o'clock. Джон мне рассказал, что он уходит в три часа. То есть он говорил мне, кому-нибудь, что-нибудь, что он уходит в три часа. Ребята, я надеюсь, что это вам понятно. Но давайте посмотрим еще чуть подробнее на say и tell. Сначала to say, а потом to tell. Мы говорим to say, когда мы хотим произносить звуки или слова. Сказать мысли, мнения или подсказки. Suggestions, я думаю, это подсказки. Или третий, когда мы говорим факты. Факт. Факт сказал. Даже не думайте, что я сказал по-другому. Мы всегда говорим to say, когда у нас будет прямый объект. То есть direct object. Четыре примеры. I gave her a present and she said thank you. Я подарил ей подарок и она сказала спасибо. Здесь слово спасибо будет прямый объект. И поэтому say. И второй. He said something about his job, but I can't remember what it was. Он сказал что-нибудь о своей работе, но я не могу запомнить, что это было. Something about his job будет наш прямый объект. То есть он говорил что-нибудь. Третий. The teacher said that the students should study hard. Учитель сказал, что ученики должны сильно готовиться. Сказал что. То есть said that. That в этом случае будет наш прямый объект. Но просто здесь запомните, что мы говорим said, потому что учитель сказал что-нибудь. И четвертый. He said to meet him at the station. Он сказал встретить его на станции. И здесь это неофициальный английский, но здесь прямый объект будет наш глагол. To meet. Чтобы это сказать по официанальному английскому, надо сказать так. He said to me that I should meet him at the station. Или если будешь использовать to tell, тогда скажи. He told me to meet him at the station. Потому что тогда это будет он говорил мне кому-нибудь, что-нибудь. To meet him at the station. Вы встретите его на станции. И теперь to tell. Мы говорим или сказать to tell, когда мы хотим говорить кому-нибудь, что-нибудь. Обычно это когда мы говорим либо информацию или инструкцию. И to tell это мы говорим всегда, когда есть личный объект. То есть personal object. Вот пример. Учитель сказал студентам заниматься английским языком каждый день. Здесь учитель говорил кому-нибудь, что-нибудь. То есть инструкцию. Учить английский язык каждый день. И второй. He told me about the party, but I couldn't go. Он рассказал мне о вечеринке, но я не смог пойти. Здесь он говорит кому-нибудь, мне, что-нибудь. Информацию. То есть он говорил о вечеринке. Но что это за информацию, которую он сказал о вечеринке, мне, мы не знаем. Но это не важно. Важно, что он просто говорил информацию кому-нибудь, мне. И теперь третий. He told me that he was planning to resign from his job. Он мне сказал, что он собрался уволиться со своей работы. Здесь он опять говорит кому-нибудь, мне, что-нибудь. Информацию, что он собрался уволиться с работы. Но будь осторожна, что есть несколько случаев, где мы говорим просто что-нибудь, но все-таки говорим tell, а не say. И это будет, когда мы скажем шутку, to tell a joke, историю, to tell a story, секрет, to tell a secret, правду, to tell the truth, и лох, to tell a lie. Например, он рассказал детям историю. He told the children a story. А нельзя! He said the children a story. Ребята, я понимаю, что это очень много информации. И когда вы будете говорить о настоящей жизни, там не будет времени просто там стоить и думать. Ух, это личный объект, или прямый объект, или информацию, или факт, или что. И поэтому я сказал вначале, что я хочу, чтобы это будут самые простые, короткие объяснения. Просто запомните, что to say будет to say something или to say something to someone. И to tell будет to tell someone something. И 95% времени ты будешь правильно использовать say и tell. Ребята, это все. Я очень надеюсь, что это вам видео было очень полезно. Поделитесь этим видео с твоими товарищниками, которые тоже учат английский язык. И подписывайтесь на канал, потому что у меня еще будет много видео об обучении английского языка. И это все на сейчас. До следующего раза. Мои ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok